Время 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 Советский Союз был на тот момент В каких-то аспектах самым демократичным государством В мире Самое смешное Потому что был Это даже иногда выходило за рамки разумного Потому что был период Когда избирали кое-где Директоров Начальников цехов Заведующих лабораториями Я работал Тогда называлось Иегалургией И у нас тоже был процесс Что избирали заведующих лабораториями Голосованием Что в принципе Иногда это уже было вопреки здравому смыслу Потому что заведующих лабораторий Кандидат на обзор Заслуженный и так далее Вот коллектив его не любил И могли избирать кого-то другого Младшего начального сотрудника Было такое Абсолютно сумасшедшее время Ну все равно конечно КГБ был Была эта Тректорно-коммунистическая система Но она тогда давала как бы слабину И это не чувствовалось И это было очень интересное время И на этой волне появился клуб Поиск Который сыграл такую большую роль В развитии Вот демократическое движение Рабочего движения Независимого профсоюза Движения От него потом Многие Сформировались Организации Ну в первую очередь Независимого профсоюза От клуба поиска Но до Независимого профсоюза Там уже наверное Возникла идея Создания Межпрофессионального Союза рабочих При Рабочем союзе Беларуси Да? Помните? Ну я вообще не помню Нет Сначала Солигорске на самом деле Появился Рабочий союз Солигорска Это Иван Юргевич создал И Довнар там был Тоже конечно активным участником И Василий Юркин Вообще был где-то протокол Я тогда был секретарем Рабочего союза Солигорска Юргевич был председателем У меня была такая тетрадка По-моему за две копейки Там где я эти протоколы вел Редактировал К сожалению Не знаю где она и что она Но Там было 10 человек Леонид Мархотко был Один из 10 И сегодня 40 дней 40 дней Как Леонид Рисовал До сих пор Должно вспоминать Потому что очень много Связано с ним И Даже не думал что И 10 человек было Вот интересно Я уже не помню конечно Я думаю что был Юркин Я думаю что был Довнар Юргевич Мархотко Я был Кто-то еще Интересная организация Как раз Костяк Вот опять же Из которого был Белорусский Независимпроцесс Создан И Вот одновременно Уже с этим В 91 году Появилась газета Солидарность Вот в какой-то момент Юргевич Как бы меня спросил Ну он там понятно С другими Консультировался Спрашивал Вот он решал Что делать дальше С рабочим союзом Солигорска Ну который прозвучал Тогда на всю республику Потому что Белорусскали И сегодня Самое мышечное предприятие На самом деле И тогда оно было Мощным предприятием Говорил Что делать Создавать партию Или Профсоюз А вот я тогда Мне больше интересовала политика Вот идея демократии Говорил Ну надо конечно партию создавать Хотя я понимал Что должна быть В принципе нормальная Консервативная партия Одна достаточно И тогда был Вот момент Объединенная демократическая партия Белоруссия Добровольская была Потом она объединилась Гражданской партией Он говорит Ну нет Я все таки буду создавать Профсоюз И Он тогда как раз Много контактировал С Профсоюзами Угольщиков Российскими Украинскими Казахскими И в принципе Ведь По идее Рабочее движение Угольщиков Шахтеров Советского Союза Считается похоронило Советский Союз Вот эти забастовки Кузбасса Кемерово И он с ними Много контактировал И тогда Они создали свой Независимый профсоюз Пыл Вначале Ведь российский создан Профсоюз Горняков И он туда ездил Я ездил в Москву Тогда был такой Миша Соболь Очень яркий Харизматичный Тоже человек Со своими Конечно проблемами Но огромную роль Сыграл В создании Независимого Рабочего движения И я с ним Соболем Когда-то ездил В Москву Помню С Тургевичем Вот разные были встречи И тогда конференции Проводились И побывал Помню В американском посольстве Советского Союза Когда оно Собрало лидеров Рабочего движения Вот такие были Вещи интересные И он конечно Много взял Опыта Знаний Поддержки Солидарности Рабочий Юргевич Именно общаясь С лидерами Рабочего движения России Угольщики И не только Там были Ну там Разные отрасли Присоединялись И вот это Подпитывало Это усиливало Движение И уже была база Для создания Независимого Профсоюза В Солигорске Одновременно Геннадий Быков Создавал Свободный Профсоюз Вот Это было самое такое Еще раз говорю Время Обнадеживающее Когда все это росло Тогда многотысячные Митинги были С одной стороны Экономическая ситуация Была очень плохая Но В людей была вера Надежда И вот Это концентрировалось В Солигорске В том числе Это был один такой Один из самых Больших Значительных центров Беларуси Был Минск Ворше И Солигорск был Вот на ваш взгляд А почему Не устраивал Именно Действующий Профсоюз Белхим Профсоюз По-моему Он тогда Назовался Или Прохоп Профсоюз Ну Профсоюз Это же Была школа Коммунизма Как хорошо Известно И в принципе Функции Были Проводившие действия Администрации Все это прекрасно Понимали Это был такой Рудимент Ну Профсоюзы В СССР Фактически Это была Фейковая Говоря С современным языком Структура Абсолютно Не защищали Интересы Нервных работников И все это Прекрасно понимали И поэтому Была необходимость Создания Реального Нормального Профсоюза Американцы Оказывали помощь Приезжали Представители ФТКП Тогда Я собственно Тоже говорил Леонидович Что нам нужна Техника Компьютеры Это было Как бы Из области Фантастики Обратиться К американцам И это все Сделали Исуществили Через посольство Тогда это Можно было делать И прислали Технику Два профессора Приехали Волонтеры Большую Церковь Компировальную Машину Привезли Компьютеры Первые Еще в Минске Такого не было Они завидовали А в Солигорске Это все появилось Вот это буквально Какие годы Я не помню 91-й Может быть 92-й Вот Это все появлялось У нас В общем-то Потому что Привлекало внимание Была серьезная организация И Ну огромная роль Конечно Это все Юргевич Который У него было Видение Харизма Работоспособность Опять Любой человек Мало недостатка Как у всех У нас Но он двигал Это И создавал И вдохновлял Людей Вот это все Происходило Вот если говорить Про Юргевича Да Тоже интересна Та личность Не очень много На самом деле Материала По его личной Какой-то жизни Где он там родился Есть у меня дети И так далее Есть больше Общественная такая Скажем так Информация О его выступлении А вот вы Как с ним Познакомились И были ли вы На его знаменитой Легендарной Квартире Где первые Собрания Проводились Я познакомился Собственно Он сам На меня вышел Потому что Я тогда сам По себе Занимался Журналистикой Хотя Закончил Горный суд Работал В Белкале И потом Во книге Я публиковался И тогда Много Статей были Рассказы Филитоны Общественное содержание Знамя юности Когда у меня Тираж был 800 тысяч Из имплиаров Была знаменитая Статья Моя С моим С автором Виктором Моисеевым Это был Не переворот Мы там Анализировали Горбачев Это устроил Нет И нас позвали И тогда Была такая Популярная Программа Крок На белорусской Телевидении И мы были В той передаче Крок Где Шишкевич Был вместе С Булаховым Они приехали После здания Верховного совета Впервые Они поставили Белочеронный Белый флаг В студии В тот день Был принят Закон О флаге Государством В этой передаче Было три эпизода Шишкевич Булахов Еще один На детском журнале Потом Я с моим другом Мы говорили О материале В знаменности Который вызвал Тогда большой интерес Это было где-то Ну Сентябрь Октябрь Что-то такое 91-го года То есть Вопрос был О Юргеевиче Да И он У меня были публикации Я вот анализировал Из государственной прессы Тогда еще Избирательные комиссии Как его Как избрали По каким спискам Что вся эта номенклатура Проходит И он там удивился Как-то Встретился Откуда ты все это знаешь Откуда такая информация Ну Все из открытых источников На него Это выразило впечатление Он предложил Тогда сотрудничать И Вот я вошел в состав Организационного комитета Рабочего Союза Солигорска Ну Сначала Это в клубе поиск И много очень Работали Обсуждали Я тогда занимался Много очень волонтерством Писал Анализировал Там что-то Печатал На своей машинке Пишущей Там И все это распространяли Ну я принимал участие Активное Кстати в избирательных Компаниях Тогда с Васей Юркиным Сотрудничал Ну фактически был Говоря современным языком Компейн-менеджером В избирательной кампании Верховный Совет СССР И Васей Юркин на самом деле Выиграл тогда выборы Ну конечно Что сделали Два этапа Это было Сначала Он выиграл В первом туре Сказали что Не набрал 50% Второй тур Во втором туре На 5 выиграл И сказали что Не пришло 50% Избирателей Ну потом то же самое С Лидомархотко было Когда он избирался В Верховный Совет БСР То же самое То есть Беларусь Из 9 кандидатов Он набрал первое место С этим признали А второй тур То ли Явка не была 50% То ли он не набрал Он не набрал больше 50% Чем его соперник Набрал больше Но не 50% Вот так они тогда Севали кандидатов То есть Васей Юркин Награл Тоже большой роль Был вице-кандидателем Так это называлось Довнер был Секретарем Казначеем Там профсоюза Довнер тоже был В какой-то момент По-моему Один из Редакторов Солидарности Ну так вот нужно было Чтобы тот забрал На себя эту ответственность Хотя первый редактор Конечно был Юргевич Я помню прекрасно Этот день Когда первый номер Вы там Если смотрели В апреле Там нет конкретной даты Там написано Апрель 1991 В апреле Да Это был большой митинг Помню Вот тогда собрались Огромные митинги На площади Перед зданием Двадцатого культуры Горняков И вот Что-то Юргевич Отлучился Потом он появился И вот он принес Там Сколько там было Может 100 экземпляров Этой газеты Первый тираж Я не помню Прямо со свежей Типографской краской Вот типография Которая была В строй тресте Люди хватали Эту газету Она была бесплатная Это было Слово Так сказать Правды С призывами Не было интернета Это было что-то Что в общем-то Опять же Вдохновляло И было интересно По сути Это была первая Независимая газета В Солигорске Да Он ее сам Собственно Подготовил материалы Сам отпечатал Был такой Гриша Сочелович Тоже Участник Рабочего движения Общественного движения Григорий Он работал Собственно Большей типографией Вот он Эти первые номера Там верстал Это было Полуподфольно Я помню Там Это была Ленотипная типография Сейчас я только В Канаде Вижу в музеях Вот эти типографии 19 века Ленотипы свинцовые И все это Там он Молоточком Подбивал Эти вот Строчки Там Эти Пластиночки Это все свинец Как я понимаю Не самая Жизнеполезная вещь А фотографии Тоже Как-то там Каких-то Растворах И вот эту Плиточку Потом помещали Это все было Доботопное Ну вот так делалось Там Одна-две фотографии На номер Было достаточно И вот так Газета выходила Ее на энтузиазме Делал Гургей Сейчас поражался Сколько у человека Энергии Талант Это все делать самому Но потом он же Передал это И в какой-то момент Ну я несколько раз был Редактором газеты Это было несколько этапов И вот В 91 году А потом Сочелович Гриша Тоже был редактором А потом Против нас Уголовное дело Там о клевете возбудили Бывший генеральный директор Подлесны Там был материал На самом деле О том что Квартира В которой он жил Ленина Наверное 24 И там специально Перестроили стены Я это знал точно Там от людей Которые Были свидетелями И мы сделали По суперспецзаказу Вот больше чем надо Там и стены Продвигали А он подал Иск О клевете И доказать Это было невозможно В то время Да Где ты эти документы найдешь Кто тебе их даст И он Представил свои документы Что ничего не делали Все было Ну и короче Ну еще тогда были суды И что в общем-то Не было ни штрафов Ничего Как бы Опровержение заставили написать Да Да Было Опровержение Но как бы Это не самое страшное Потом что Лидно-броходка А что-то был Вообще-то штраф Какой-то на 100 рублей Вот с этим связано Или не с тем Ну это как бы Не самое серьезное Это легко переносилось В то время Вот если Немножко Переместиться Опять к апрелю 91-го года Вот этот Первая политическая Стачка в БССР Походу За последние Там я не знаю Сколько там Наверное Лет 70 Уже к тому моменту Солигорск 5 апреля Вышел После Минска На следующий день Да Там по оценкам По одному из протоколов Я смотрел Там что-то было В среднем От 3 до 4 тысяч Участников На площади Я думаю До 5 тысяч Было До 5 тысяч Говорил До 5 тысяч Вот первый вопрос Который у меня возникает Я вот смотрел Вашу статью Того года Где вы говорили Цитировали Бывшего полковника Лойку Я так понимаю Это глава РОВД Наверное Того времени Да Вот И он там Говорил Что пора уже Этих демократов Бить дубинками По спинам Устроили Тут непонятно что Вот На ваш взгляд Почему Не применялся Силовой вариант Разгона Ну тогда Действительно Власть Была в руках Рабочих Я бы сказал То есть Плоть до того Дошло Что Получили доступ К документам Белкали Статичный комитет Анализировали Тогда вышла газета Там Я помню Дал заголовок Как они разворовали Белкали Как я сейчас Понимаю Это было Очень наивно Потому что Костя Арестов Королев Они нашли документы Они были в восторге Эйфории Ничего такого серьезного Не нашли В этих открытых документах Хотя Белкали Тогда делал Большие деньги Верхушка Это я знаю Этого тогда Не нашли Потому что Ну такая одна история Ну здесь же Всех были свои знакомые Один из Моих хороших знакомых Там он Один из руководителей Там одной из Структур Белкали Они поехали Тогда что-то в Клайпеду Делегации Там что-то изучать А он был такой Начальник Но Как сказать Честный Или простой Или что Они им давали Там командировочные Исходя что-то 5 долларов в сутки Он где-то там Поселился В очень чем-то С промном И так далее А все Остальные Делегации Там Ставали дорогие гостиницы По 100 долларов А зарплата была Там месячная Я не помню сколько 23 Он-то удивился Как они себе могли позволить Вот и все Собственно ничего Не надо дальше Анализировать Но Мы тогда вышли Газета вышла С сессационным заголовком Как они разорвали Белкали А вот за этот материал И штраф был Да Потому что Редактором был Номинально Гриша Сочелович Он перепугался Я тогда взял все на себя Потому что Готовил материалы На самом деле Газету Я сказал На самом деле Я был здесь Там был суд И вот Ну кстати Вот этот суд Мы тогда отбили А вот уже Леониду тогда За клевету Все-таки было За квартиру 100 рублей 100 рублей А этот вот Людей И тогда это как бы Прозвучало Не было интернета Не было видео Ну кто-то Где-то Что-то А это было реально Это была жестокость Эта коммунистическая система Огрызалась Это было все непросто Это был еще и Вильнюс У меня есть фотографии На целую полосу Было ощущение Потому что я в разные периоды Был редакторами И в 91-м И потом И в 96-м И в 97-м Годов Она отличалась По редакционной политике Ну конечно Да Она все время развивалась Начиналась От листка Так сказать На две страницы И потом Приметом Это было уже Восемь страниц И опять же С Леонидом Архоткой Вот решали Все эти вопросы Ездили В Москве Там одна В Минске Одна типография Вторая В Слуцке Типография В Солигорске Переход был С этого Ленотипного набора Или такие Пленки Вот на них Печатали Пластиковые Потом их-то тягивали На барабаны Там где-то Это все было Очень трудно Там логистику До 8 тысяч Я помню До 10 тысяч Стараж доводили Печатные Все чуть ли не на руках Там таскали Распространяли Ну конечно Аудитория была Это Пилкали Потом же другие Предприятия Организации Входили в профсоюз В первую очередь Члены профсоюза Ну и Просто люди Демократических взглядов Потому что там Были материалы И на общеполитическую Такую тематику Демократическую Такая довольно Широкая аудитория Вот работа Редколлегии Это была Вот я не взял фотографии Опять же Там где вы сидите Одна из первых Редколлегии Там человек 5 По-моему сидит Как принимались решения Какие материалы Будут ставить Какие нет Как влиял профсоюз На редакционную политику Интересно Я скажу Что Редколлегии Как таковой Может там фотографий Было Не было Потому что Это просто Наверное Была встреча С лидерами Может быть Какие-то первичные Максимализации Там Белкалия Королев Новик там был И прочее То есть Это как бы Делось Фактически В одиночку Вот То есть Просила материалы Давать просто Лидеров Организаций Профсоюзных Какие-то Сам готовил Были какие-то Вроде как Рабочие корреспонденты И все это было Неформализовано Это все было В общем-то Все это было В борьбе Потому что Все это все равно Было сложно Там Особенно после 1994 года Конечно И на простой Все равно Все эти годы Давили Даже в самые лучшие Времена Все равно Там Это администрация Это государственный Аппарат Даже когда проводили Переговоры Добивались успеха Поэтому и роста Большого не было Потому что Все равно Был этот Государственный Профсоюз Химиков Как его называли Потому что Масса людей Все равно Боялась И как бы Было так привычнее Это все было В борьбе Это никогда Не было просто А потом Конечно Началось Ухудшение После 1996 года Резкое Все это Закручивание гаек И так далее Поэтому Как принималось решение Какая была политика Важно было Просто сделать номер Набрать материалы Отпечатать Распространить Чисто технически Технологически Больших таких Каких-то планов Стратегии Это был процесс Выживания Я бы сказал так Нахождение денег Система распространения Какая была Через киоски Или вы раздавали Через профсоюзную организацию Через профсоюзную организацию Была Такая вот То есть Она газета Она была бесплатная В принципе Поддерживала За счет профсоюза То есть Она не продавалась А Член профсоюза Раздалась Бесплатно Да Ну опять же В то время Не было интернета Ничего другого Не было Независимую прессу Там Лукашенко Довольно быстро Задавил Там были газеты Имя Деловая газета Замечательное издание Потом это все Быстро исчезло Из киосков Поэтому это был Тот источник информации Который был Людям нужен И там писали вещи Которые были актуальны Для них Ну коллективные договора Там могли печататься Вроде спущен документ Но Тогда они были наполнены Каким-то смыслом Содержанием Это имело смысл Конкретные деньги Конкретные Для людей Какие-то Условия труда Оплаты труда Это все было важно Все это договаривалось Это все Это реально Добивали чего-то Вот я слышал Про довольно Независимую Редакционную политику Не знаю При Мурелеве Вот я слышал О том Что газета Была отдельным Юрлицом Хоть учредителем Белорусский Независимый профсоюз И что Даже себе Позволялись Определенные материалы Ну Критики Работы Каких-то Может отдельных Профсоюзных Лидеров Либо Профсоюза Позволялось Мне были Были сами Какие-то лидеры Писали В каких-то там Первичек Там какие-то Материалы Это был такой Плурализм Почему нет Там не было Такой идеологии Какой-то там Навязанной Сверху Это давление То есть Это не было Такое корпоративное Здание Где только Хорошие И без всяких проблем Да? Не было такого Да Понятно А вот С чем был связан Ваш уход Из газеты В 97-м году Я это понимаю Ну В принципе Есть какие-то вещи Которые сейчас Не хочется рассказывать Потому что После победы Демократии Мне как бы И без разницы Я опять же Безопасный Канаде И все хорошо Вот А потом Когда уже Демократия Становится Ну как Что можно сказать Вот при Юргевиче Как бы Было Движение Вперед И Надежда Была Вообще И по идее Это профсоюз Он должен был Стать Крупнейшей Такой силой Я бы даже сказал Демократической Политической Какой угодно В стране То есть Вообще Юргевиче Было видение Почему газета Солидарность Потому что Польское движение Солидарность Которая победила Которая Выдвинула Валенсу Который стал Президентом Надежда Была на это Вот А потом Это как бы Отключать Вот И Возникли вот эти Конфликты Потому что С моей точки зрения Леонида Там движение Было не туда Куда надо Это было Торможение Ну вот я Кстати следил за Тем что было в России Вот когда там На волне Независимого Рабочего движения Лидеры появились Потом они казались В Москве Там Уткин был Такой интересный Был депутат Верховного Совета России Там бывал у него В кабинете Там в этом Белом доме Там когда И прочие лидеры Люди оказались Этой волной Поднятой Так сказать Высшие слои Управления Россией Они Получили влияние Они получили связи Там Они стали представлять Такой интересный Многие из них заработали Большие деньги Вот неожиданно То есть вчера Ты машинист Горнобычного Комбайна Там с тобой работаешь Ну ты лидер У тебя есть харизма Ты яркий человек Ты возглавил движение Тебя отправили в Москву Потому что у них были деньги Было руководство А потом у тебя Какие-то другие Перспективы открываются Оказывается Можешь зарабатывать деньги Очень многие Просто скорруктировались Вот на самом деле Просто стали зарабатывать деньги Забыли о том Они для чего Человек несовершенен То есть везде На всех уровнях Нам нужна ротация И то и все Поэтому я не буду там говорить Что-то происходило Я видел, что Нет движения Профсоюз теряет Вот этот вот напор Динамизм Как бы На самом деле Кое-чего добились Скажем Многого добились Был офис Там было руководство Там была оплата Были коллективные договора Администрация пыталась Такой статус-кво Как бы сохранить Ну и репрессивный аппарат Оставался Никуда не девался Много было такого Что Этот агент Тот агент Вот это Недоверие Какое-то взаимное Там постоянно Все эти разговоры Я как-то писал Даже об этом Как меня вербовали Это тоже было интересно Такая история 1900 Какой-то там Я еще работал Во Вниге Значит Это где-то 90-й год Потому что я в 91-м Уже перешел Там В Салтеек И так далее И вот Я работал В секторе исследований Внезапных выбросов Соли и газа Института Габургии Мне звонит Как-то Какой-то товарищ Там по телефону Вот надо встретиться Поговорить Он по-моему даже сказал Что из КГБ А в чем дело Ну а там Перед этим Прошел Там На каком-то оруднике Не помню на каком Даже на третьем Где я когда-то работал Выброс И три человека погибло Вот Там комбайн бросило Метром на 70 Вот Проанализировать Вот как и что было Ну там как-то Другая лаборатория Давала анализ Там у нас были Там лаборатория по газу Ну так приходите Там встретимся Ну нет Вот давайте Встретимся Это был такой анекдот На самом деле Он сказал Встретимся в старом корпусе В 4 часа В старом корпусе Хорошо Я пришел в старый корпус В 4 часа Я пришел в старый корпус Белкалия А он ждал меня В старом корпусе В НИГО Института Галургии Который на первом Родоправлении был То есть вот ГБшник Капитан Устраивает встречу В старый корпус Ну я жду в старом корпусе Белкалия Он меня ждал В старом корпусе Галургии Потом он такой обиженный Звонит Почему не пришли Но я ждал Где в старом корпусе Вот И Потом вспомни У меня фамилия Он был тогда Капитаном Он потом стал майором, он с моей школы был. Я писал им, имя, фамилию называл. Майор, да. Ну и, короче, вот какой был разговор, что такая долгая история, вот там был случай, там, вот как вы считаете, там, они курили, не курили, откуда я знаю, там, я не участвовал в комиссии, поэтому я не могу сказать, там, что там было. Ну, такой разговор. Кто виден, что его это не сильно интересно, он говорит, вот вы, вам должен приехать, вы, я знаю, что вы участвуете. В чем он тогда сказал, там был этот... Там после клуба поезд была еще какая-то структура, там, значит, в Севергород должен приехать БНФ, лидер БНФ поздняк. Вот вы знаете там, я не знаю. Вот мы хотели бы, что, что за переход такой с темы на тему, там, вроде бы там, не знаю, там, газы, динамика, термодинамика, а тут что-то раз. Ну, мне интересно, вот вы занимаетесь, ну, занимаюсь, да. Вот мы могли бы сотрудничать, для чего? Ну, чтобы безопасные мероприятия проходили и прочее. Ну, мне это неинтересно, у вас есть своя работа, у меня работа, ну, давайте, вызывайте мне повестку и будете встречаться, выяснять, о чем мы так неформально встречаемся. Ну, почему это нормально, там, ну, в общем, вот такой вот разговор, ни о чем, там, потом, вот, может, вам нужна помощь, там, печатать какие-то материалы, можем ксерокопию, терах сдать, тогда это было что-то, чем-то. Я говорю, да не, вроде, спасибо. Вот, и потом он мне еще раз позвонил, я, ну, отвечаться не надо, но очень обиделся. И я об этом рассказал, там, Довнер рассказал, он был тогда депутатом городского совета, другим, там, в БАЕ, ну, как бы, придал гласности, вот, что ко мне цепляются и прочее. Потом кто-то говорит, ко мне тоже ходили, этот ходил, тот ходил, там. Оказывается, он уже со всеми встречался, люди молчат. Вот, а кто-то молчал, и там, наверное, там, действительно, там, что-то, какую-то информацию поставлял, Бог его знает. То есть, к чему это все говорю, что вот была такая встреча, и были такие попытки, и я понимаю, а, ну, почему я ушел с процесса, вот это недоверие было у всех. И было вот именно стагнация. Поэтому, так вот, так что это все неизбежно, особенно в условиях этого репестивного режима, когда не дают людям нормально чем-то заниматься, делать, проявлять себя, и давили, давили, как бы не давали развиваться, конечно, профсоюзу, потому что ощущали, какой потенциал за этим. Ну, и закармливали, да, вот, высокими зарплатами, конечно, рабочих белкали, как бы от добра добра не ищут, и так, вроде бы, все хорошо, там, а зачем нам это надо, да. Ну, были, я их считаю, героями, вот, десятки, сотни людей, которые, там, не шли на компромиссы, которые, вот, знали, за что они борются, и сейчас они такие есть. Вот, на этом процессе держался, на самом деле. Ну, если вот вернуться, интересен мне вопрос начала 90-х. Мне сказали, что вы с Моисеевичем продолжали там такую депутатскую деятельность интересную, даже пытались продвинуть вопрос самоуправления Солигорского на уровень прямых выборов, по-моему, председателя Гурсовета. Был такой момент. Это с Виктором Моисеевым или с кем это? С Моисеевым вроде бы. Не, ну, мы, да, писали статьи по самоуправлению, там, не печатали в журнале, там, Человек-экономика, потом, был народный хозяйство Беларуси, Человек-экономика, он был депутатом Гурсовета, когда еще был такой Гурсовет, когда там был Фимцев, там был Довнер, там был такой демократический состав Гурсовета. Были материалы, я не помню точно, что, значит, были такие предложения, были статьи, была другая история. Вот я тогда работал какое-то время в Салтеке, вот так назывался, сейчас это СТК, я знаю, да? И меня пригласил Сергей Тиханов, там еще по институту дружили, там, он был, ну, Болотов создал вот эту, знаете фамилию Болотов, нет? Нет, не слышал. Ну, как же так? Ну, то есть, вообще, Болотов, он был скитательным седоком самолы Беларускали, а потом он создал, там, была такая эпоха временный творческий коллектив, и Альфа была такая, молодежное предприятие, была вот такая форма собственности непонятная, да, от Комсомола, Альфа. При Альфе он создал Салтек, селизионную студию, табельную. И директором был Сергей Тиханов, который его друг, а Тиханов был моим другом, я тогда пришел в Салтек, еще передач не было, ничего не было, мы все это создавали. Вот недавно они какие-то юбилеи проводили. И я был там, как мне назвали, там, еще время поджимает, да, мы сейчас закончим интересный эпизод. Нет, 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 не поджимаем, давайте. Как ответственный секретарь назывался, я не помню, там, да, Салтека, там Куприда тогда потом появился, его пригласили, там был такой парнишка, там, КВН, он тогда играл в этот КВН. Куприда, Куприда все помнят и знают. Ну, я знаю, да. Вот, и он тогда начинал там, значит, я ему там писал тексты, там он вел новости и прочее. Потом Скрипник появилась, как бы она была, ну, после работы в Москве, как это сказать, фрилансе, да, что такое фрилансе. Ну вот, и работая вот в Салтеке, я вдруг понял, ну, Солегорский телевизионный экспериментальный канал это значило. Что-то там сначала было вроде ничего, а потом я смотрю, там, Болотов, ну, руководитель этой конторы, там, как бы у частной конторы, не платит ничего, там, непонятно что и как, там. Ну, я всегда интересовался, у меня вот это чувство справедливости было, и всегда пытался еще докопаться. Потом я посмотрел, там, выяснил, оказывается, молодежный творческий коллектив, вот этот Салтек, это не его собственность, он такой же, как и все, это колхоз, это как бы. И он провел, Липовый написал протокол собрания, что все решили сделать это, вот, отказаться от своей доли, там, и он стал учредителем и владельцем. Вот такую какую-то бумагу создал, и это все в госполкоме, и это стало уже его организацией. Ну, это же ребята Липа, вот, мы же все владельцы, так, с каждым поговорил, все вроде согласны, пригласил Моисеева, и Моисеев просидел тогда депутат в Горсовете, нашел эти бумаги, да, вот эта вся Липа, Липовый протокол, никто его не знал, не подписывал, то есть это все, в принципе, наше, Салтек. И вот было это собрание, там, значит, где, в принципе, нужно было просто проголосовать и выкинуть Болотова, и, как бы, тогда это все было возможно. А он с каждым поговорил отдельно, а ты что? С всеми операторами, там, кто там был, технарями и прочее. Ты вот так считаешь, ну, и все не по одному, вот, как сейчас голова-то это делал, да, вот, когда подавлял забастовку, один на один, вот эти разговоры, убеждения, все отказались, я оказался, так сказать, вне Салтека. Ну, ради бога, я там не сильно жалел, потому что это было... То же самое было с Лидом Роходко. Вот с чего начался его приход в это рабочее движение? Он работал в кооперативе, там был такой кооператив, человек 70, они деревообработка, станки закупали, там, тоже надеялись, там, что разбогатеют, вот, создали предприятие. И вот им прислали нового председателя кооператива, это был там какой-то секретарь порткома с РМЗ, Олины, там, Ленинский. И он, значит, там, навел, как бы, порядок, то все, а потом просто тоже написал липовый протокол, и это стало его личной собственностью. Вот так это все делалось. А Леня единственный возмутился, как это так, это же все наше, там, ну, просто там пришли, там, бандиты, если ты будешь выступать, просто тебя, в общем-то, там, прикончим. Тогда он пошел ко мне, а я вот занимался журналистикой, я мог это обнародовать. Вот так мы познакомились. Ну, он тогда еще в этом клубе пояс был и так далее. То есть вот так вот происходило захват собственности, переделы, беспредел этот весь. Это все имело место. Так что у профсоюза Юргевич, к сожалению, вот ушел рано. И здоровье, и все такое, если бы он там продолжал. Иногда человек один может много чего сделать и поменять к лучшему. Возможно, профсоюз был бы на более высоком уровне, как бы добился более чего-то сильного, какие-то позиции и так далее. Ну, произошло то, что произошло, солидарность, вот она не стала поиской солидарностью. Ну, сейчас уже народ проснулся, сейчас другая ситуация, посмотрим, сколько там еще все это продает. Я думаю, что все закономерно закончится, потому что нет ресурсов в режиме и так далее. Так что, что еще было в 90-е годы, вот какие вопросы там насчет выборности. Были статьи про самоуправление, про законодательство, анализировали, были интересные вот так вот конкретно что-то по Солигорску. Ну, был момент, когда была группа депутатская 30 из 80 демократов в Солигорском горсовете, такое было, да. И, насколько я знаю, ее возглавлял Александр Клишевич, создал депутатский клуб даже какой-то. Да, да, там Довнер играл большую роль, там Клишевич, да, совершенно верно, фамилия была такая. Ну, последние вот выборы были в Солигорске горсовете. Помню, когда уже было 29 человек, я помогал одному предпринимателю, не буду звать ее фамилии, который решил баллотироваться по округу. А у него в округе был один рабочий коммунист и женщина-врач. Я сказал, ну, власти делают ставку на врача. В общем, он победил во втором туре, во втором туре вот этот предприниматель с такими демократическими взглядами. И вот газета «Ашахтер» тогда вышла. А потом он такой наивный был, он написал, что доверенное лицо Владимира Дубровского. Когда в гороскополку мы видели что-то, а у него было одно. Дубровский, БНФ, когда не было БНФ, там, если на то пошло, я был там, объединенная демократическая партия, ОГП, в конце концов, там, не было БНФ, неважно. И они, в общем, были в шоке. Я говорю, а как ты мог написать, что я, вот, человек не понимал ситуации, в какой стране живет. Это был где-то 98 или 99-й год, надо проверить местные выборы, да. И потом, когда он уже подсчет голосов был, последние были выборы, где еще считали голоса в Солигорске, и женщины, там, учителя были и прочие. А он там, значит, такой парень симпатичный, веселый, он там какие-то конфеты им приносил, что-то еще там. Какие-то отношения с этими женщинами. Вот этот был вечер по счету голосов, они там плакали, что их заставляют написать результаты неправильные. И они все-таки написали то, что было, он выиграл. И вот вышла там через пару дней газета «Шахтер», по 28, было 28 депутатов городского совета, фамилии избранных, по 27, а по одному кругу не было фамилии. Вот такое было, между прочим, самое смешное. И он потом ходил, добивался, ему дали этот мандат, потом он об этом пожалел, об этом мандате, потому что бизнес там, в общем-то, там загнули, так сказать, сгубили. Но был еще момент, когда еще на уровне городского совета что-то где-то считали, вот такое было, это уже последние были обстоятельства, избирательные системы. Ну все. То есть, в принципе, можно много чего добиваться, когда люди хотят. И сейчас, я думаю, ситуация все-таки другая в обществе, психологически и так далее. Продолжение следует...